друзья привет сегодня с вами говорим про воспаление триггеры воспаления воспаление бывает в теле очень-очень у многих знаете такие какие-то странные боли непонятно откуда возникающие в общем там болит там там хрустит грубо говоря но это не про хруст это действительно серьезные проблемы особенно если мы с вами говорим про хронические воспаления которые накапливаются и некоторые заболевания имеют тенденцию распространяться и мигрировать в очаги воспаления например на избыточный гистамин до возникает слишком сильная иммунная реакция слишком большое количество гистамина в организме может вызвать у вас усталость другой момент если вы например кушаете продукты которые вызывают у вас постоянное воспаление употребляете пищу то на что у вас аллергия это приводит к еще серьезнейшим большим проблемам если мы с вами говорим про пищевые аллергии да там про молочные продукты про орехи про глютен то что у вас может вызвать воспаление энтеропатию и другие проблемы это серьезно будет отражаться на все плюс если у вас например идет хроническая уже инсулинорезистентность происходит это из-за сахара скрытых сахаров таких как хлеб картошка макароны хлопья подсластители это может вызвать супер повышенное воспаление боли в теле в суставах и сахар обладает сильным воспалительным моментом он создает большие большие проблемы также как кортизол это противовоспалительный гормон он вырабатывается внешней частью надпочечников как низкий так и высокий может привести к серьезным повреждениям поэтому когда мы с вами говорим про самоподдержку очень четко нужно понимать что вы кушаете если у вас инсулинорезистентность если у вас вообще в принципе непереносимые продукты кушаете ли вы сахар если у вас например старые травмы вот например у меня была женщина не травма позвоночника да там шейного отдела позвоночника и она может воспаляться плюс инфекция бывает у человека рецидивирующая инфекция бывает в кишечнике инфекция здесь помогает там гвоздика чеснок орегано инфекция должна пройти пройти потому что это очень важно и инфекция тоже будет создавать большое воспаление поэтому когда мы с вами говорим про восстановление то причины воспаления это инсулинорезистентность это аллергены это кортизол который когда хронически хронически высокие он может создавать вам супер большую серьезную проблему плюс оксидативный стресс от алкоголя от загрузки железом от слишком большого количества упражнений и невосполнения это может тоже создавать вам проблемы омега-6 жирный ну вот эти все омега-6 это все тоже не полезно так же как и алкоголь и различная химия поэтому смотрите мои видео для того чтобы просвещаться и понимать как это все исправить если есть вопросы пишите